Здравствуйте, уважаемые коллеги, еще раз. Я хочу поблагодарить за приглашение на столь интересное мероприятие и за интерес, проявленный к нашим исследованиям. Надеюсь, что мы тоже что-то внесем в эту конференцию новое. Мой доклад будет посвящен ультразвуковой оценке лимфатических узлов у детей и подростков. И, конечно же, для врачей-клиницистов, для врачей ультразвуковой диагностики ультразвуковой метод является очень ценным с точки зрения оценки лимфатических узлов и не только лимфатических узлов, но и других органов лимфоидной системы. Екатерина Викторовна очень подробно рассказала, в том числе и дала определения и каких-то понятий, которые вызывают противоречивое мнение в профессиональном сообществе. Я тоже включила в свой доклад некоторые выдержки национального руководства и клиническим рекомендациям по диагностике лимфоаденопатии. Что же такое реактивная гиперплазия лимфатического узла? Это увеличение обусловленной иммунной реакции на удаленный очаг инфекции, генерализованную инфекцию, аутоиммунные процессы. А лимфоаденопатия – увеличение лимфатических узлов любой природы в одной или нескольких анатомических зонах и относится к числу наиболее частых симптомов при многих заболеваниях и требует проведения тщательного диагностического поиска ее причины. Почему я решила включить эти определения? Потому что, читая лекции врачам ультразвуковой диагностики, действительно очень много вопросов именно по этой теме. Что такое лимфоаденопатия, реактивная лимфоаденопатия, гиперплазия лимфатических узлов? Одно и то же врачи всех специальностей понимают под этими терминами. Ну а раз речь идет об увеличении, встает вопрос, а что же такое увеличение лимфатических узлов с точки зрения врача ультразвуковой диагностики и врача-клинициста? И вот опять же выдержки из того же клинического руководства. Вопрос нормы, применительной к лимфатическим узлам, имеет лишь относительное значение. Нормальные размеры и локализация зависят от очень многих факторов, от возраста, от географического региона, профессии и других факторов. У взрослых размер лимфатического узла до 1,5 см считается нормальным. Пальпируемые лимфатические узлы выявляются чаще у детей, чем у взрослых, поскольку действительно дети знакомятся с миром и происходят контакты с новыми антигенами, с новыми возбудителями. Но размер в клиническом руководстве не обозначен. Что касается основных ультразвуковых каких-то ресурсов, то тоже данные очень противоречивы. Вот если Екатерина Викторовна привела поперечный размер, как определяющий, то, допустим, в одном из наших руководств по детской ультразвуковой диагностике максимальный размер лимфатического узла не превышает 10 мм. По взрослой ультразвуковой диагностике нормальные размеры глубоких шейных приближаются к 10 мм, но узел Кютнера может быть 30 мм. То есть действительно данные очень противоречивы, как в руководствах и в зарубежной литературе то же самое происходит. Но прежде чем говорить, наверное, о норме, может быть, тогда имеет смысл вспомнить общее определение нормы. А что же такое норма? Это руководящее начало, образец и статистическое содержание нормы. Это уровень или диапазон уровней функционирования организма, который свойственен большинству людей и является типичным и наиболее часто встречающимся. А патология – это любое отклонение от установленной нормы. Почему я об этом говорю? Дело в том, что нами было произведено очень масштабное исследование, о котором я скажу чуть позже, которое включало в себя когорту более чем из 4 тысяч детей. И дети туда входили не только, так сказать, иммунокомпрометированные, но это был сплошной срез популяции, детские сады, школы. И посмотрите, какие интересные данные. Лимфатические узлы шеи, 100% детей имели лимфатические узлы шеи, можно было найти лимфатический узел на шее, максимальный размер которого превышал 10 мм. А четверть детей, то есть 23%, имели лимфатический узел Кютнера или юголодегастральный лимфатический узел, который превышал даже 30 мм. Причем эти дети как раз находились в возрастной группе где-то 5-7 лет. Это критический период развития иммунной системы. И доля лимфоидной ткани в этом возрасте наиболее велика. Так что же, получается, является нормой все-таки с точки зрения оценки врача ультразвуковой диагностики, если те руководства, к которым мы обращаемся, приводят цифры, которые не соответствуют, так сказать, сплошному срезу популяции детей. Но и действительно имеет смысл, наверное, вспомнить функции лимфатического узла. И вспомнить то, что по концепции нашего выдающегося академика Бородина лимфатический узел является вершиной любого лимфатического региона, в котором осуществляется дренаж от периферии. То есть весь так называемый метаболический мусор, он именно идет по лимфатическим сосудам и сталкивается, происходят иммунокомпетентные реакции именно в лимфатическом узле. То есть реакция иммунной системы впервые происходит в лимфатическом узле. И вот если посмотреть на функции лимфатического узла, лимфопоэтическую, иммунопоэтическую, барьерную, резервуарную и на какие-то фундаментальные работы, касающиеся функций лимфатических узлов, то понятно, что действительно именно активно функционируя лимфатический узел меняет свои размеры. И поэтому, наверное, размер не может являться ключевым с точки зрения оценки лимфатических узлов. Для них лимфатическое узло не может являться ключевым с точки зрения оценки нормы или патологии. Тем более, что лимфатических узлов, мы знаем, у человека насчитывается до 800, и различные регионы, да, они имеют совершенно разную антигенную нагрузку. Например, лимфатических узлов шеи, если вспомнить, их вообще 400, 200, до 200 с каждой стороны, мезонтериальных 180, 200. И понятно, что унифицировать как-то размер, тем более в детском возрасте, когда ребенок растет, это очень крайне-крайне сложно. И вот пример, опять же, лимфатический узел Кютнера. У новорожденного ребенка он примерно 7 мм, вот у ребенка 5 лет, у одного 34 мм, у другого 26 мм, причем это клинически здоровые дети. И если оценить параметр кровотока в этих узлах, да, действительно, тот узел, который больше, он имеет более активный параметр кровотока, нормального воротного типа, где-то до 20 см в секунду, а тот, который меньше, он имеет параметры кровотока линейные до 5 см в секунду воротной артерии. О чем это говорит? Да в первую очередь о различной функциональной напряженности этого узла. То есть вероятнее всего вот этот лимфатический узел в данный момент является более активно работающим и столкнулся с какой-то антигенной нагрузкой, более массивной, но при этом ребенок клинически здоров. И уже Екатерина Викторовна тоже говорила об основных критериях реактивного узла и при метастатическом поражении. Я еще просто повторюсь, это увеличение лимфатического узла, усиление кровотока воротного типа, увеличение толщины коркового слоя, понижение его эхогенности при наличии нормальной портикомедулярной дифференцировки и нормальной ангиархитектоники. Это все является критериями реактивного узла, которые, вот эти все критерии, отражают активность метаболических процессов и степень функциональной напряженности лимфатического узла. Так что же нам делать? Во всех медицинских организациях унифицирована ультразвуковая оценка лимфатических узлов? И однозначно ли понимают существующую терминологию? Конечно же нет. И те данные, которые мы сегодня приведем, это данные наших исследований, наверное, наш взгляд на проблему дифференциальной диагностики лимфатических узлов и что необходимо делать именно с реактивными лимфатическими узлами у детей. Нужно ли уделять этому особое внимание или можно, так сказать, не обращать на это внимание? Вот по данным ВОЗ, правда, 98-го года, те дети, которые обращаются с лимфоаденопатиями в первичные медицинские организации, примерно лишь 1% имеют злокачественную этиологию, эти лимфоаденопатии. А остальные 99% – это дети тоже с увеличенными лимфатическими узлами, которые вызвали какое-то опасение у врачей и у родителей. Но это либо воспаленные лимфатические узлы, либо это реактивные лимфатические узлы. И, на наш взгляд, основное в дифференциальной диагностике данной категории детей с увеличенными лимфатическими узлами необходимо ответить на вопрос, а это вообще реакция, поражение одного узла или это системная реакция какая-то. И мы составили вот такую схему, конечно, опираясь опять же на наши данные. Вот я еще являюсь врачом инфразвуковой диагностики в Институте стоматологии и челюстно-лицевой хирургии. К нам тоже очень часто попадают дети с лимфоаденопатиями. Да, действительно, не так часто мы предполагаем диагноз и злокачественное поражение лимфатических узлов. Действительно, примерно только у каждого сотого у нас это получается. Всего лишь где-то у каждого десятого, как правило, это лимфоденит специфический либо не специфический. Опять же, это не тема сегодняшнего доклада, поэтому я не буду углубляться. А 90% детей – это дети как раз с реактивными лимфатическими узлами. И, повторюсь, наша главная задача в данном случае сказать – это реакция какая-то местная на местную проблему или реакция системная, системная реакция лимфоидной ткани в организме ребёнка, которая больше, чем у взрослого лимфоидной ткани в организме ребёнка. И как же мы можем это сказать? Мы никогда не останавливаемся на исследовании одного лимфатического узла у ребёнка. Мы считаем необходимым комплексно подойти к этой проблеме и всегда оцениваем не только лимфатические узлы других регионов, с наиболее выраженной антигенной нагрузкой, в частности, это лимфатические узлы шеи, мезматериальные лимфатические узлы. Ну и смотрим другие лимфоидные органы – это селезёнку и миндалины. И считаем, что это обязательно необходимо ультразвуковое исследование селезёнки включить в протокол, когда ребёнок с лимфоидной напатией попадает на приём к врачу ультразвуковой диагностики. И вот немножко данных наших исследований, про которые я говорила. Действительно, в это исследование очень было широкомасштабное, работал над этим целый институт. Более 4 тысяч детей мы смотрели и клинически оценивали. И ультразвуковое исследование проводили селезёнки и лимфатических узлов. Другой блок работы был связан с изучением протоколов вскрытия детей, морфогистологию проводили, изучали макропрепараты селезёнки и более 130 тысяч лабораторных тестов различного уровня – иммунологических и иммуноферментных. Для чего всё это делалось? Вот как раз для унификации оценки размеров селезёнки у детей. Потому что вообще ультразвуковая морфометрия в педиатрии – это сложная задача, поскольку ребёнок всё время растёт, развивается. И мы решили привязать размер селезёнки к антропометрическим данным ребёнка и придумали вот такой коэффициент, который называется коэффициент массы селезёнки и отражает отношение массы селезёнки к массе тела ребёнка. Есть публикации у нас, вычисленные на эту тему. Нормативная величина этого коэффициента находится в таком диапазоне значений – от 2 до 4. Чем более старший ребёнок, доля лимфоидной ткани у него в организме уменьшается, идёт возрастная редукция, и этот коэффициент приближается к лун. Чем меньше ребёнок, тем больше этот коэффициент. Я понимаю, что онкологи в первую очередь спросят, но селезёнка увеличивается не только в случае гиперплазии лимфоидной ткани, ещё существует масса других проблем – онкогематологических, просто гематологических, в конце концов, портальная гипертензия, пороки сердца, которые тоже вызывают увеличение селезёнки. Но для этого мы смотрим внимательно очень структуру, и если речь идёт именно о лимфоидной гиперплазии, то это тоже очень хорошо видно. То есть фолликулы селезёнки видны высокочастотным датчиком на современном оборудовании отлично. Поэтому увеличение коэффициента массы селезёнки вместе с реакцией лимфоидных фолликулов селезёнки расценивается нами как увеличение, связанное с иммунокомпрометированным состоянием. Тот блок исследований, который был проведён в МОРГе, показал следующее, что дети, которые с сопутствующим диагнозом имеют иммуноэндокринную недостаточность и любые иммунодефицитные состояния, у них существенно больше коэффициент массы селезёнки, достоверно больше было в различных группах. Но не это главное. Главное, что анализировались и другие лимфоидные ткани и органы. Ну и не то, и все лимфоидные ткани и органы возможные, входящие в протокол морфологический. То есть это и миндалины, и лимфатические узлы, и первые бляшки кишки. И что же это исследование показало? Что селезёнка, являясь самым крупным лимфоидным органом, она в принципе отражает состояние лимфоидной системы всего организма. И вот этот коэффициент, он может являться маркёром состояния лимфоидной системы всего организма. И не только ребёнка, но и взрослого. И вот такие ультразвуковые критерии, продуманные нами, характеризуют гиперплазию лимфоидной ткани. Увеличение коэффициентов массы селезёнки более 4, изменение эхоструктуры селезёнки, когда мы видим лимфоидные фолликулы, и реактивная гиперплазия лимфатических узлов шеи и мезонтериальных лимфатических узлов. Ну и уже сейчас на базе этой работы сложилось несколько других интересных научных направлений. В частности, в Институте челюстно-лицевой хирургии мы занимались темой парагематозных паратитов и доказали, что в основе этого заболевания лежит аутоиммунное воспаление. Но почему я включила это в свой доклад? Да дело в том, что мы параллельно анализировали, помимо околоушной железы, в которой тоже, кстати, много лимфоидной ткани, мы анализировали также у этих детей лимфатические узлы шеи, мезонтериальные, миндалинные и селезёнка. И посмотрите, то есть лимфатические узлы шеи были реактивными, оказались у 92% детей, мезонтериальные у 88%, селезёнка была увеличена у 60% детей с признаками лимфоидной гиперплазии. Ну, это было достоверно всё доказано нами. Ещё одно направление проводилось совместно с кафедрой детских лорболезней нашей Академии после дипломного образования, и там не менее интересные данные были получены. Оказывается, дети с гипертрофией нёбных миндалин, в отношении которых выбирается чаще всего тактика, выжидательная, то есть если есть абсолютные показания, миндалины удаляют, если нет, то просто наблюдают. Так вот, оказалось, что дети все эти тоже относятся к категории иммунокомпрометированных системной гиперплазии лимфоидной ткани, и почти 70% из них имеют увеличение селезёнки и реакцию лимфатических узлов различных групп шеи, мезонтериальных лимфатических узлов. И лечение у иммунолога зачастую приводило к тому, что не было необходимости проводить оперативное лечение по поводу гипертрофии нёбных миндалин у детей. Ну и не надо забывать, конечно, о том, что растёт количество вообще иммунодефицитных состояний и первичных иммунодефицитных состояний в частности. И вот если в 1986 году был открыт только первый ген первичного иммунодефицита, то сейчас уже насчитывается более 400 генов и в номенклатуре заболеваний первичных иммунодефицитов 350 различных синдромов. И наш метод, вот этот вот подход, то есть не оценивать и лимфатические узлы, и селезёнку у детей, и оценивать иммунную систему благодаря оценке этих лимфоидных органов, он тоже имеет право на существование. Иммунологи сейчас активно интересуются и уже, так сказать, берут этот метод за основу, потому что иммунограмма – это очень вариабельная такая история. И клиника иммунограмма – это лежит в основе оценки иммунной системы, а ультразвуковой метод, он сейчас тоже выходит на ведущие какие-то позиции. И действительно любые иммунодефицитные состояния, они проявляются либо гиперплазией, либо редукцией лимфоидной ткани. И почему ещё я на этом останавливаюсь? Потому что вот рецедентом моей работы был покойный Виктор Ильич Казакевич из Института Герцена, и он подчёркивал, что у онкологических больных на фоне проведения химиотерапии очень часто наблюдается редукция лимфоидной ткани. И у него тоже был интерес к этой теме, что коэффициент массы селезёнки у взрослых как раз может отражать тоже, так сказать, редукцию, и можно в динамике его изучать наряду с как бы с лимфатическими узлами. Ну и резюме. Ультразвуковой метод является чувствительным, информативным в выявлении системных изменений лимфоидных органов в лимфатических узлах медалинах селезёнки. Реактивные состояния лимфатических узлов у детей в большинстве случаев отражают общую реакцию лимфоидных органов, обусловленную иммунными проблемами, инфекциями, аутоиммунными заболеваниями. И при выявлении реактивных лимфатических узлов у детей необходимо использовать мультидисциплинарный подход для уточнения и теологии данного состояния. То есть нельзя оставлять эту ситуацию без внимания. Ну и учитывая такое многообразие мнений и, так сказать, подходов к этой теме, наверное, нам необходимо всем услышать и понять друг друга, договориться о терминологии в профессиональном сообществе, унифицировать ультразвуковое исследование лимфатических узлов и единообразно представлять научные и учебные материалы. И тогда будет нам легче работать, и нашим пациентам легче жить. Благодарю за внимание. Если есть вопросы, готова ответить. Спасибо. 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 Спасибо.